Итак, здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать об одном секрете, который мне очень нравится. Я в свое время его освоил, и с тех пор постоянно всем о нем рассказываю и никак не пойму, как же можно такого не знать. Давайте начнем. Создадим новое письмо. Знаете, иногда приходится отправлять ссылки какие-то на расположение файлов, на папочки. Я часто замечаю такую вот вещь, которую я вам сейчас покажу. Вот, например, у нас есть папка, да? Путь к этой папке у меня в документах выглядит вот так вот, да? Здесь у меня виртуальная машина, поэтому здесь стоит сначала Mac. Давайте его скопируем, да? Скопировали. Мы хотим вставить эту ссылочку в письмо. Мы вставляем ее и ожидаем, что здесь появится ссылка, по которой можно будет щелкнуть нашим получателям. А ведь ничего не происходит, да? А почему? А потому что здесь вот есть пробелы. Вот они здесь, пробелы. Если вот убрать пробелы, да? Взять и убрать их. То нажать Enter, эта штучка преобразуется в ссылку. И по ней уже можно будет щелкнуть. Щелкнуть тому человеку, который получит письмо. Но ведь у нас нет пробел, у нас есть пробелы, и нам нужно точный путь, да? Организовать к этой вот, к этой ссылке. Что же нам делать? Что же нам делать? Есть простая такая штука, сочетание клавиш, да? Которая позволяет эту ссылку сделать кликабельной в любом случае. Как этого добиться? Делаем так. Нажимаем Ctrl-K в том месте, где находится курсор. Появляется вот такой вот диалог, вставка гиперссылки. Сюда мы вставляем нашу гиперссылку, которая была скопирована раньше, да? То есть вот она вот из этого пути была скопирована. Мы ее сюда вставляем. Напротив адреса будет вот этот вот адрес. Нажимаем ОК и вуаля! Сто пудово, стопроцентно, эта ссылка будет здесь. Она будет все время кликабельной. У этого инструмента есть развитие. Например, как мы любим писать, например, давайте на русский. Ссылка здесь. И вот под это слово здесь мы хотим подложить вот эту нашу ссылку, чтобы было совсем красиво, да? Чтобы не загромождать письмо, кучу текста с ссылками, когда бывают ссылки такие очень длинные, потому что очень много текста бывает, а мы вот хотим под слово здесь подсунуть. Мы выделяем слово здесь. Здесь нажимаем, что? Ctrl-K. Вставляем нашу ссылочку, наш адрес. ОК. И, пожалуйста, есть у вас кликабельное слово здесь. То же самое происходит и с интернет-ссылками. Если вы не знали, конечно, можно вот Яндекс.Ньюс, да, вот какую-то страничку скопировали, да? Можем просто вставить, и она будет, конечно же, кликабельной, потому что здесь нет пробелов, все здесь хорошо. Но это некрасиво. Да, мы хотим сделать, что... Читай Яндекс, например, написать, да? Читай Яндекс. Новости. И мы хотим, чтобы... Ну, было написано тут, например, да? И мы выделяем вот это слово тут. Нажимаем Ctrl-K. Вставляем ссылочку. Получается кликабельная ссылка. Что еще хочу сказать? Ведь, если нажать Ctrl-K, как вы видите, здесь есть не только поле адрес. Здесь еще разные другие кнопочки есть. Но самое интересное, что вот эти вот все другие варианты вы сами попробуйте, а вот электронная почта, это вообще очень прикольно. То есть здесь можно написать какой-нибудь адрес электронной почты и даже заготовленный текст и даже заготовленную тему. Вот. И, например, мы возьмем какую-нибудь там vpupkin. Ой, не получается. Переключиться забыл. vpupkin.com company.com То есть вы видите, он сам преобразует это в MailTo, да? И текст ссылки будет именно таким. А этот текст можно заменить на письмо пупкину. Написали. Ну и тема, предварительная тема по вашему запросу. Вот такой вот сформировали мы ссылку. То есть вот если мы теперь это нажмем ok, смотрите, что будет. Тут получится письмо пупкину. Как это проверить? Нажмите control и нажмите эту ссылку. Вот открывается здесь диалог, в котором нам предлагается отправить письмо пупкину, которое сразу будет. Сразу подставит его адрес, видите, и сразу подставила тему письма. Очень бывает удобно, когда нужно организовать какое-то письмо с рассылкой, куда подложить вот эту вот ссылку. Наведя на нее, видно, да, что здесь вот, собственно говоря, именно почтовая ссылка. А здесь ссылка на сайт, а здесь ссылка на папочку. Такие вот дела. Так вот этот control-k работает. Кстати, он работает во всех программах офиса, не только в Outlook. То есть в Excel, в Word вы можете пользоваться этим самым приемом. Например, возьмем Excel, откроем новый файл. Если мы хотим в эту ячейку вставить ссылку, мы нажимаем control-k и делаем то, что нам надо. То есть в данном случае файл веб-странице. Мы находим какой-нибудь MGTS, что-нибудь, тут открыть. Ничего не открывается. Ну и ладно. В общем, вы поняли, что нужно будет вставить здесь то, что у нас было скопировано, а у нас ничего не скопировано. Давайте пойдем скопируем. Вот наш адрес IT Recruitment для руководителей. Скопировали. Идем в Excel. Идем в Excel. Где Excel? Excel хочу. Вот. Вот в эту ячейку мы хотели. Ссылка. Control-K. Control-K. Вот он, наш Control-K. И вот здесь мы уже вставляем адрес. Немножечко сумбурно, но зато понятно. И теперь щелкнув сюда открывается наш адрес. То же самое с интернет-ссылками. Абсолютно то же самое. Control-K. Вот можете так вот запомнить здесь место. Пойти взять нашу ссылку. Взяли. Control-C. Перешли. Вставили. И нажали ОК. Вот я здесь ничего, никакое слово не подставлял, поэтому он вставил просто адрес. Ну, вы поняли принцип, да? Давайте еще вернемся в Outlook. Я вам покажу еще одну фишечку, связанную с Control-K. Это самая классная кнопочка, которая вообще в нем есть. Итак, нам нужно это письмо кому-то отправить. Не забудем вписать здесь тему письма. Обязательно пишем тему, а то потом ваши адресаты замучаются сортировать письма. Мы хотим отправить кому-то. Нажимаем обычно мы поле кому. Вот у нас есть адресная книга моя, контакты. Тут три контакта заведено. Пупкин, Завалдайский и Дмитриев. Мы выбираем кого-то, ставим в поле кому, нажимаем ОК. Так мы обычно делаем, да? А если у нас в этих Пупкиных там туча целая, хреново гора, мы точно не знаем, какому именно Пупкин, может быть они там однофамильцы. Как же нам быть? Вот есть такой прием. Мы пишем здесь фамилию или имя человека и потом нажимаем Ctrl-K и он сам разрешает адрес. Вот в чем дело здесь. То есть он сам смотрит в адресной книге фамилию и подставляет этот адрес, если находит. давайте напишем Завалдайский. Ведь мы его не выбирали, да? Он у нас не успел закэшироваться. Нажимаем Ctrl-K. Видите? Он сам его проверил. То есть происходит так называемая проверка имени. Если вот так вот сейчас раздвинем, здесь вот есть такая кнопочка, да? Видите? Проверить имена. То есть, если мы напишем сейчас Дмитриев, я могу нажать вот эту кнопку мышкой и он проверит и подставит. Но вместо того, чтобы нажимать мышкой, тянуться к ней, мы всегда знаем, что можно написать Дмитриев и нажать Ctrl-K. Вот такой вот секретец я вам хотел рассказать про Ctrl-K. Помните, что очень удобно и красиво можно оформить ваши ссылочки в письме и помните о том, что Ctrl-K разрешает имена автоматически подставляя их из адресной книги. Ищет их там, находит и подставляет. Если там несколько Пупкиных, он предложит вам на выбор. Почему бы это не проверить, да? Давайте пойдем не будем ничего трогать, пойдем в контакты и создадим еще одного Пупкина. Но только с другим именем, да? Вот у нас есть будет Александр Пупкин. какой-нибудь у него будет адрес Пупкин собачка mail.ru Да? Сохранили. Вот видите, у нас еще один Пупкин. То есть у нас два Пупкина. И теперь я беру в нашем письме все стираю. Все стереть, все адреса убрать. Пишу здесь Пупкин. И что? Что я нажимаю? Правильно, Ctrl-K. И вот он нам показывает, что у нас два Пупкина. Вы какого хотите, собственно. А я вот хочу, ну, Василия хочу. Все. Теперь мы очень быстро справились с тем, что выбрали правильного адресата. Ну что же, на этом пока все. Ставьте лайк, подписывайтесь. Следующий урок обязательно будет скоро. И я вам расскажу о каком-то новом секрете. Пока.